Как быть, если нечем украсить ёлку? Можно их выпить из дерева лобзиком, можно их вырезать, можно их из пластина сделать, можно их из всего, чего угодно сделать. Можно ручкой, ручки на них повесить, потом ещё можно, если гирлянда есть, можно гирляндой нарядить, потом, как это называется, дождик, еду повесить. Ещё можно повесить, ну не повесить, можно вниз просто положить что-то такое, ну как не подарки, мы вложили туда искусственные такие коробки обычные. Если у тебя нет шаров, можно какими-то продуктами, конфеты, ну разное там, можно ложками. Мы совсем недавно делали гирлянду и украшивали комнату. Игрушками, но игрушки можно повесить самодельные. Вот мы делали ёлочки, он висит, ёлочка, вот мы делали из бумаг, открытку с ёлочкой делали. А раньше, когда не было игрушек, украшали едой, столовыми приборами, кисточками, ну всё такое. Гирляндой, и причём там на каждой гирляндой 3 миллиона лампочек. Колбасу не надо, можно сладостями всякими. Например, консетами там, пряниками и так далее. Всем, что хочешь. Посудой, ёлками, ложками, например. Ну, если ёлка висит на ёлке, то можно взять её и салат поесть. Частный комплекс непрерывного образования школа Эйдос – это совершенно эксклюзивный инновационный подход к образованию. В Эйдосе каждый ученик развивает свои таланты и внутренние ресурсы – память, творческое мышление, высокий уровень знаний по предметам, психическое и физическое здоровье. Профессиональная педагогическая команда воплощает мечту родителей об успешном настоящем и будущем их детей. Именно в Центре интеллектуального творчества, детском саду и школе Эйдос на протяжении 20 лет доказывают, что неталантливых детей не бывает.